Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня мы опять на объекте и посмотрите, живая изгородь находится и каким образом внизу можно красиво оформить не со стороны дороги, не со стороны там где ходят люди, а у вас на территории. Одна стена у дома, она у нас из натурального камня, чтобы это смотрелось красиво, единым целым, здание чтобы не стояло отдельно и сам ландшафт отдельно сам по себе, вам нужно какой-то элемент фасада привнести в элемент тех же дорожек, бортиков, отсыпок и так далее, чтобы либо это цвет будет, либо форма, либо материал. И таким образом тут так и делаем. Одна стена у дома выложена натуральным камнем и мы сейчас привносим, это практически на противоположной стороне, но также есть еще и клумба вокруг. Курьяк это по-гречески, а по-русски это шелковица. Очень вкусные маленькие фруктики и вот здесь это дерево огромное, превосходное, оно является центром на этом участке, около дома. Оно и тень дает замечательно и красоту еще и плодоносит очень вкусными ягодками. Так вот, возвращаемся к оформлению участка. Не просто бросили, что у нас живая изгородь, живая изгородь, а еще дополнительно как бы провели, сакцентировали, что да, там живая изгородь, а здесь у нас положено газон. Все будет чистенько, зелененько. Натуральный камень, он сам по себе красиво смотрится, как самостоятельный материал. Прокопана небольшая такая траншея, установлены по форме, по фактуре, как к заборчикам выстроены сами вот эти вот камни. И затем уже немного, но все равно здесь нужно цементировать и этого будет вполне достаточно, потому что они уже при укладке подобраны камень-камню таким образом, что он уже никуда не денется и в один ряд, в принципе, этого достаточно. Когда добавляешь цемента в укладку, то получается более, конечно, надежно. Мы добавляем, но можно и обойтись без этого. Очень основательно они закопаны уже в эту траншейку. Вот смотрите, пожалуйста, что получается. Это вот такой вот уже достаточно длинный, сколько тут метров, наверное, 20. Такой красивенький, из натурального камня. Сочетается с самим домом. И вот таким вот образом сейчас укладываем. То есть очень все достаточно просто. Ставите опору, привязывайте нитку и до того места, куда вы хотите. Вот мы идем, и у нас будет примерно вот досюда. Вот вы видите, где второй гвоздик стоит металлический. Все достаточно просто. Прокапываете канавку. Круто затратный, конечно же, процесс. И желательно, чтобы это делал мужчина. Вот таким вот образом, как вот сейчас. Можете это взять, грабли или что-то. Нет, грабли здесь не подойдут. Вот видите, и устанавливается. То есть вы пристраиваете камень таким образом, поворачиваете его с одной стороны на другую. И вот когда он встал, вот, он встал уже самостоятельно. Стоит, видите, и таким, тогда его можем оставлять. Между самим бортиком и живой изгородью остается еще земля. И туда вполне можно высадить либо однолетники таким ободочком ярким, либо многолетники, которые будут в какой-то период симпатично давать тоже цветение. С вами была Георгиевская Татьяна. И до новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока.